В нашей церкви присутствует гость, которого я прошу представить, Алексея, со всеми регалиями. Представляем вам отца Сергия, это епископ православной обновленческой церкви, архиепископ киевской метрополии, реформаторской церкви. Слава Богу! Слава Богу! В соцсетях там многие с вами были. Да, но с Алексеем и Слеевой это отдельный разговор вообще, это отдельная любовь, это отдельная история вообще. Слава Богу! Так что мы с ними еще по Москве были знакомы. Так что и приветствую всех, братьев, сестер, приветствую всех святых. Пусть в вашем городе, здесь в Торжке славится имя Господне. Я, в общем-то, читал, слышал о Торжке, но сам никогда не был, первый раз. Нет, вообще в Тверской земле-то бывал я часто, в Твери самой, в проездом, тогдашний Калинин, потом Тверь вновь. То есть я знаю хорошо относительно. А вот, но область Тверскую очень мало знал. Последние годы все больше и больше узнаю. Слава Богу! Привет вам из Тулы. Да, значит, и, в общем-то, и не только из Тулы, а от наших священнослужителей всех, батюшек, матушек наших. От моей семьи, моей супруги. Я являюсь епископом, архиепископом, старшим епископом, но я женатый человек. У нас реформаторская такая православная церковь. Вот, и у нас с супругой Бахандал шестерых детей родить, слава Богу. Трех мальчиков, трех девочек. Вот, пока один внук, но вот зимой ждем уже внучку, сказали уже. Вот так вот, так что растем. Вот, и начнем, знаете, наверное, вот как раз начну с того, что, ну, помолюсь и помолюсь за вас. Мы сегодня с Алексеем просто были, вот, по городу, в таких, ну, таких красивых местах. Я сам художник еще, ну, по своей специальности, вообще-то, то церковной специальности, я, значит, художник. И поэтому для меня, как бы, много интересного очень в вашем городе тоже, как вот для художника. Я думаю, даже Бог, если его смотрит, хотелось бы приехать, так, например, к вам. Хочется вот так вот, именно как художник, вот, просто вот именно вот здесь, просто вот с этюдником. Картиной. В торжке, именно, да, полазить по всем этим вот холмам, там, по набережной, по всему, походить и рисовать. Я, в основном, пейзаж пишу, рисую пейзаж. Вот. И начну с местописания, как раз, и помолимся мы. Из писаний хочу тот фрагмент, который вчера был в Твери озвучен очень так хорошо и очень так вот, ну, действительно в духе. Вчера было собрание священнослужителей, пастырей Твери и Тверской области. Да, спасибо, спасибо. И, знаете, там очень хорошая традиция, мне она понравилась очень, что ежемесячно, вот, пресс-фитеры, пастыри, там, служители разных конфессий собираются все вместе. Очень хорошая традиция. Значит, и, вот, хорошо, что там принимающая сторона была, вот, очень гостеприимная корейский паста, очень, так, гостеприимная вкусно-корейская кухня. Вот. И хорошее слово прозвучало. И вот я так подумаю, думаю, именно с этого слова я и хочу начать как раз. Это Евангелие от Матфея, 16-18. Евангелие от Матфея, 16-й глава, 18-й стих. Там написано, слова Иисуса записаны, который говорил тогда, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И вчера еще говорилось на общении этом пастырском, знаете, что еще очень хорошо обсуждалось, что, вот, буквально, если с греческого текста переводить, вот, значение вот этих слов Христа, записанных в Матфея, то буквально там говорится так, «Я создам церковь мою, и врата ада не устоят перед ней, а падут перед ней, перед церковью Божьей». То есть, изначально там было записано Матфеем о такой наступательной войне, не оборонительной войне. Очень интересно. Потому что, действительно, каждый покаявшийся грешник, каждый исцеленный больной, каждый освобожден от бесов человека, это как будто бы еще одна, опять, земли отвоеванного царства тьмы, перешедших в царство света. Это еще такая констатация, вот, падение, факта падения, насчет этих врат адовых и победы нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Отец, я благодарю Тебя и благоставляю великое имя Твое. Сущий на небесах досвятится имя Твое, Бог богов Господь господствующих. Благодарю Тебя за Твою любовь, которую Ты доказал на Голдовском кресте 2000 лет назад, отдав душу свою за нас, кровушку свою за нас пролившей, сына своего не пощадившей, чтобы однажды и навсегда доказать всему миру, показать всему миру, явить себя миру, свою любовь. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благодарю Тебя за эту встречу здесь, в Торжке. Благодарю Тебя за всех святых здесь, в Торжке, разных конфессий, динаминаций, верующих, всех призывающих имя Твое, Господь Иисус Христос, всех благоговерящих пред лицом Твоим, всех исполненных Духом Бога Живого, Духом Святым. Благослови нас сейчас, благослови, Господь, Торжок, эту древнюю землю, благослови, Господь, Боже, Духом Святым Своим, произведите свое действие Божьим, касайся людей, пробуди, Господь, в жизни вечной души людские, слава Тебе. Пусть эта земля древняя будет прославлена именем Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благословляю всех вас, братья и сестры. И хочу отвечать на ваши вопросы, поэтому, если вопросы походу будут возникать, не стесняйтесь, поднимайте, я увижу вас. Моя любимая тема – история христианства, история церкви. Моя самая любимая тема. И в разных библейских школах бываю, очень разных, разных конфессий. И бываю именно с этой темой. И хочу поделиться кое-чем. Читал как раз, был в Питере эти дни, на берегах Невы. Люблю Петра творения. Часто там бываю. И знаете, в Петербурге как раз читал о еретиках тверских, новгородских, псковских. В общем-то, о тех вот течениях ранних, еще древних, 13-й век, 14-й, 15-й век, когда здесь, ну да, реформация здесь не была такой, к сожалению, успешной, как в Западной Европе, но здесь в основном всех тех, кто хотел читать Библию и верить, так как сказано в Писании, ну, чаще всего не щадили, сжигали на кострах, инквизиция здесь была более, гораздо жесткая, чем в Западной Европе. И об этом есть много свидетельств, очевидцев, тех, кто, ну, раньше большинство казней совершались публично, не было телевизора, не было интернета, та эпоха была такая зрелище, требовалось людям, и в основном делалось все публично, прилюдно, в Пскове там сжигали женщин, обвиняя их в плодовстве, чаще всего псковские отличались этим. Здесь вот, в Тверской, Новгородской, Велико Новгорода, в землях горели костры, обвиняли просто в чтении Библии или молитве своими словами, без икон, допустим, уже было достаточно для того, чтобы на костер отправить человека. Ну, времена были такие, что вроде бы христианства, но, к сожалению, христианства почти и не было, честно говоря. Вот, хотя бы название было христианское все. Вот, но, слава Богу, я вообще вот этот семинар хочу, в общем-то, приворочить к хорошей такой дате, и, значит, все-таки завершить хочу семинар, ну, таким хорошим концом, хэппи-эн, такой, знаете ли, потому что, мы живем в эпоху Великой Реформации. Конечно, буду говорить о древних, о тех временах, торжок тоже, жизнь не щадила, город, и уничтожаем был, и, ну, знаете ли, многое из кровушки, тоже пролилось, и слез людей, но, по милости Господне, сегодня мы живем в то время, когда, как говорится, космические корабли борозят простору Вселенной, когда, уже, в общем-то, век интернета, информатики, и, по милости Господне, живем в то время, когда Слово Божье проповедуется, здесь, и в Ташке, и по всей нашей Земле, ну, скажу так, такого, общепланетарного масштаба, пробуждения, хотя во многих странах и сегодня притеснения существуют, порой и гонения в некоторых странах, даже за Христа убивают, но, в целом, в эпоху интернета, сегодня, действительно, даже в тех странах, где не разрешают проповедь Слово Божьего, люди, все равно, слушают Слово, читают, скачивают себе на гаджеты Библии, Евангелия, на разных языках мира, и, знаете, интересно, что, вот, по данным этого Южно-Бахтистов Братства, значит, что, во многих странах, где вот запрещено, да, проповедь Слово Божьего с одной стороны, и на тех языках, на которых проповедников мало, но, по количеству скачиваний, ну, так вот, на душу населения, как бы, одно из самых успешных, то есть, как бы, все равно интерес есть, люди скачивают себе, ну, как бы, читают, получается, и это хорошо, это действительно знамение времени, Иисус говорил о нашей эпохе интернета, что проповедено будет все Евангелие Царство по всей Вселенной, во свидетельство им. Действительно, сегодня, разве что лениво не читать Библию, сегодня, на любом языке, на речи можно прочесть Слово Божье, услышать Слово Божье, пожалуйста, в таком переводе, в другом переводе, с инсценировкой, или просто, голосом, записанное, это очень хорошее, ну, будем так говорить, время, исполнение библейских порочеств, конечно, и страшные порочества исполняются, самые такие, но и самые прекрасные исполняются порочества. Самое прекрасное порочество в последних временах, это как раз проповедь Слова Божьего всем народу. Слава Богу! Так вот, дамы и господа, братья и сестры, начнем вот с этого местописания, от которого как раз и отталкиваться будем, что Господь создал свою Церковь, и врата ада не одолели ее. Больше того, перед действительно Царством Божьим, «Церкви Божьей врата адовы трещат, падают, рушатся». Слава Богу! И вот два тысячелетия продолжается вот это деяние Духа Святого. Мы живем в эпоху Третьего Храма. В Библии мы читаем о Первом Храме, помните, да? Ну, если не читать тот временный, такой переносной, передвижной такой храм, такие были евреи-передвижники, да? Они ходили с этим храмом, передвигали его в одном месте, разбивали лагерь в другом месте, да, и Богу это нравилось, и людям это нравилось. Но однажды пришло время, ну, все когда-то заканчивается в этом временном измерении, временном нашем мире. И Бог сказал, будет храм уже такой стационарный, уже на месте, неподвижный, и все будут приходить к этому месту, поклоняться Богу. Вот, Давид было хотел построить, а нет, Бог ему не дал этого сделать, ну, по некоторым соображениям своим, значит, божеским. Но Соломон, его сыну, достоился чести этой, построить дом Бога. И это было прекрасным событием, Библия об этом рассказывает подробно, очень хорошее было время, да? Мы читаем о том, что сам Бог явил себя очень могущественно, и Израиль доволен, народ доволен всякий. То есть, действительно, было чудо. Но затем, к сожалению, по грехам нашим, Библия об этом подробно рассказывается, этот храм был разрушен. Опадение этого храма очень так вот, назидательно пишут пророки. Потому что Бог говорил через пророков, через своих людей, помазанников. Бог говорил к Израилю и ко всем боящимся Бога с разных народов, чтобы не грешили люди, чтобы покаялись, чтобы вернулись, пришли в себя. Вот это слово, слышали ли вы, вот оригинальное, вот слово покаяние, как оно на греческом звучит? Кто помнит? Метаноя. Красивое слово такое, метаноя. А как оно означает, и что оно означает буквально с греческого? Это поворот изменения. Изменение мышления. Изменение мышления, да, поворот сознания, это 180 градусов разворот. Еще это слово, которое использовалось в эллинской армии греческой и соответствовало команде кругом раз-два. То есть, когда офицер отвечал, покайтесь, солдаты, они на ходу разворачивались и шли в противоположное направление. Поэтому вот так вот. Да, а как же на еврейском слово покаяние звучит в Ветхом Завете? Какое слово употреблялось? Рафель. Не-не-не-не. Рахем, нет. Ну, рахем это помилуй. Рахем. Песня есть такая. Рахем. Рахем это буквально помилуй или же с милостью. Буквально с милостью. Будь милостью ко мне. Рахем. Но это не покаяние. Это просьба на человека покаять. Просим прощения. А вот само слово покаяние. Покаяние. Среди христиан не очень популярно, к сожалению. Но еврейский я выучил только за то, что им говорил сам Машиах. Сам Мессия. Вообще, еврейский очень красивый язык. Рекомендую все-таки начать. Я не знаток еврида, сразу скажу, но я изучаю. Это язык древний, Божий язык. И, в общем-то, знаете ли, термины, по крайней мере, богословские, библейские термины изучаю. У нас в церкви есть один священник, отец Геннадий, он преподает еврит, уже давно уже. Он хорошо очень знает еврит, и они прочитывают Библию на еврите, вот, Тору, пророков, псалмы, так регулярно. Но, не буду вас томить, скажу, это еврейское слово тшува. Давайте скажем вместе все. Тшува. Еще раз. Тшува. Иногда пишут по русски, ну, транскрипцию русского просто шува. Шува. Так, тшува. Тшува. Вот это, ну, в русском нет такого просто звука, такого тшэ, тшэва. Тшува. Тшува. На выдохе так. Тшува. Вот, значит, еще можно тшува попробовать. Тшува. Тшува, это слово буквально возвращение. Вот одно из первого значения, там много значений этого слова. Открываешь слово, одно из первого значений возвращение. И вот, прийти в себя, пришел в себя, тшува. Вот, знаете, но самое главное, конечно, имеется в виду возвращение к Богу. Как мудрецы древние еще говорили, что к Богу невозможно прийти, к Нему можно вернуться. В том смысле, что любой человек, который приходит к Богу, одно из первых его переживаний, я об этом свидетельствую много, да и любой верующий, если он по-настоящему, по-правдочному верующий, не по-нарожку, а по-правдочному, он это свидетельствует тоже, что у каждого верующего возникает примерно одно и то же переживание, одно из первых, что как будто бы ты не просто что-то новое, доселе неизведанное, вкусил, попробовал, нашел, вернулся в нормальное свое состояние. И даже сразу, где я раньше был? Да во что? Это нормально мое состояние. Я вернулся в себя. Я пришел к Богу. Это мое естественное состояние. А то, что было до такого, даже если оно хорошее, оно неестественное кажется уже, ненормально. Думаю, надо же, я же как будто бы кверх тормашками был, а теперь я как вниз тормашками. Ну как нормально. Я стою, значит, на ногах. Нормальный мир теперь. Славянское слово целомудрие. Вот это наступает. Целостное мудрование. Правильный взгляд на мир. Тогда на себя, на все происходящее. Да, вот этот чувак. Возвращение. Машиах Христос, по-гречески, по-нашему, по-русски, помазанник, 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 спаситель наш, Иешуа, Иисус, он очень красиво говорил об этой чуве, о покаянии. Очень красиво, в хороших, красивых образах. Самый красивый образ, это та притча, которую мы называем обычно притчей о блудном сыне. Вот я был, вот на днях был, в Эрмитаже в Петербурге. Я просто, ну это для меня, это как Мекка, наверное, для мусульманина, да? Я, в общем, Эрмитаж, русский музей, я пытаюсь любой повод и без повода попасть туда постоянно, когда приезжаю. Вот. И, знаете, вот на днях я видел, вот как вас сейчас вижу, даже, чудно, как-то, да, Рембрандта, Харвеста, Банрея, того самого картина блудного сына. Правда, первый день был очень трудно подойти к картине, очень много китайцев, и они, их столько много, что иногда, наверное, Рембрандт был в шоке. Знаете ли, не протиснутся к этой картине, а если протиснешься, то тебя просто смоют потоком китайцев, значит, туда, в другой коридор, в другой коридор уже. Нет, хорошие, слава Богу, они приобщаются к прекрасному, я рад за них. Но вот хочется все-таки возле такого шедевра постоять, вот не спеша, вот, ну, как бы, вот просто побыть одному даже. Но это такое слишком дорогое удовольствие, видимо, пока недоступное. Но, знаете, вот, понаблюдать, хотя мне один там товарищ, он видит, что я все там мучаюсь, мучаюсь, он говорит, вам хорошо бы это, устроиться на месичишке к нам охранникам. В смысле? Я говорю, а вы один можете стоять возле картины, говорит, хоть бы что, хоть всю ночь вообще наблюдать. Да, думаю, почему бы и нет, думаю, всякой шутке есть доля шутки, думаю, попробуют, может, охранники пойдут на месичишке, так, ну, охватить весь Эрмитаж. Но, знаете, вот, у Рембрандта, вот именно, вот именно возвращение блудного сына, вот, потрясающее вот это вот переживание, запечный лимонок, как раз возвращение, чувы этой, чувы, вот я и в этот раз наблюдал, и вот молился тоже, и мне вот очень сильно вот запало это вот возвращение, сцена, я вернулся, сцена, я вернулся, здравствуй, папа, вот он обнимает сына. Ой, вот того, конечно, дурная голова на конпакой не дает, вот он там, даже он там, Рембрандт даже, как его, ну, голову нарисовал, так же его и пятки эти нарисовал, то есть, прям очевидно, что действительно, человек, да, но там же нарисованный другой блудный сын, который вроде бы, как бы и не блудный, старший, вот, по сути, притча-то обоих блудных сыновьях, заблудившихся, просто один, как бы такой, очень такой, знаете ли, громко хлопнул в двери, ушел, а второй, он-то вроде как телом с отцом, но сердце его там с козленком, с друзьями где-то, вот, значит, и, в общем-то, ну, в тихом озере, в умоте, порой, там такое водится, знаете ли, и все это, и эта притча заканчивается, ну, без хэппи-энда, в отличие от предыдущих, там, хороший конец, там, женщина нашла, там, драхму, денежку, вот, значит, там, значит, поступно шел, овечку, там, ну, как бы, хорошо заканчивается притча, да, вот, вот та притча нехорошо заканчивается, как-то, обрывается, так вот, ну, если бы хорошо, если бы было бы, слева, старший сказал, ну, да ладно, все-таки он тоже брат, никакой-никакой, вот, и зашел бы в дом, они бы там первали бы, ну, тогда был бы хэппи-энд. А вот здесь не было такого хорошего конца, счастливого. Отец вышел на улицу уговаривать старшего зайти домой, а тот ни в какую. Заортачился. Знаете ли, вот и говорят, что нет. Не хочет зайти. Вот. Ну, надеюсь, все-таки он зашел. Вот. Это говорит он нам о том, что вот этот шува нужна всем. Абсолютно всем. И грешникам, и праведникам. Всем. И не поймешь, кому больше нужна этот шува. Вот. И блудный сын, он был возле свиного корыта. У него шува началась. Возвращение. Пришел в себя, написано. Пришел в себя. Потом он не просто пришел в себя, а он встал и пошел на самом деле. А потом не просто он шел, а он дошел. Он был возле отца. Отец его обнял. Вот эти обнимашки, все целовашки. Там буквально в греческом тексте так интересно говорится, что, ну, там имеется в виду, что отец не просто остановил его, да? А остановил его поцелуями. То есть он не давал ему говорить даже. Он его зацеловал, короче. Это вот сына, который как бомж вернулся. Вы знаете ли. Вот, значит, и отец дал ему там перстень и одежду дорогую. Вот. И сказал там, вот теленка как раз откормили, закалить его. Будет много мяса. Сделаем праздник такой. Пир на весь мир. Вот. Но вот так вот. И тшува. Реформация. По сути, это тоже тшува. Это возвращение. Реформация. Мы живем в эпоху реформации Церкви Христовой. Была эпоха деформации. Но об этом чуть попозже скажу. Как раз об эпохе, о времени реформации. О том, что такое реформация. И почему это очень важно для тела Христова. Слава Богу. Вот такая притча. Да. Ну. Хочу немного тоже и засвидетельствовать. Рассказать о том, что бы он сделал в моей жизни. Вот. Наверное, надо было с этого даже начинать. Да? Ну да. Вот. Потому что так. Кто его знает, что за батюшка пришел? Свой я, не бойтесь. Не, ну мало ли, ну как бы. Как? Да. То есть, драйв на праздник. А, все. Хорошо. У нас ватный, что-то бдительный. Да. Чужих не пустят. А, оба кого не пустят. Правильно. Молодец. А варечка на вопице. Да, да, да. Ну да, это хорошо. Так что, друзья, да, о себе вкратце скажу, чтобы было понятно, ну, кто же я вообще-то. Значит, ну вот, раб Божий, как говорится, обшит кожей. Значит, храм Божий. Храм Божий. Да, самое главное, храм Божий. Дело в том, что, значит, я человек верующий. Да, как догадались. Да, и я помню, однажды проповедовал в метро, значит, давно уже это было, я, значит, там в семинаре, в колледже, в колледже святого Якова вел тему, мне дали две недели темы миссионерство и евангелизм. И я, значит, готовился к этой теме. Там неделя была теория, неделя практики. И вот на теорию я все приготовил, но один из методов евангелизма я еще к тому времени, это было 99-й был, я думаю, или 2000-й, но я не помню, вот где-то так вот. 99-й, думаю, еще был, все-таки. Значит, один из видов евангелизма, думаю, я еще не попробовал, ну так вот, не вкусил его, вот, из того, что в теории разбиралось. А как-то нехорошо вот со студентами делиться тем, что я сам еще не попробовал, не раскушил, как бы, не раскушил. Ну, где-то пробовал, но так, знаете, вот так. Метод евангелизма, когда ты один пред толпой и так вот и рубаешь направо-налево. Вот, значит, то есть вышел в люди, как говорится, в народ. Думаю, стоп, я попробую. У меня к рождению был свободный, почти целый день. Я с утра в метро спустился и еду, вряюсь, и с крестом, все. Думаю, я уже готовился, готовился, ночью молился об этом. Потом-то я сообразил, надо было кого-то взять с собой все-таки в напарнике. Ну, недаром Иисус по двое посылал, даже если самые горячие братья, но все равно нужно кто-то вот. Но я один пошел, вот. Ну, думаю, с нами крестная сила, как говорится, Христос. Христос во мне, поэтому, значит, уже двое уже нас. Вот, и, и представляете, как бывает, вот еду себе в метро, станция одна, вторая, третья, народ какой-то весь злой утром, на работу, думаю, как-то вот вроде не к месту вообще. А чем дальше еду, тем мне все страшнее, рот открыть вообще. Думаю, как-то, думаю, если бы я думаю, надо бы мне без рясы поехать, я бы хоть под протестанта смахнул бы, значит, думаю, значит, как бы, вот, закосил бы. А этот, значит, вроде как бы, вроде, ну, вроде не наши методы, так как бы. Вот, пока не видел еще в метро батюшку там проповедующих там в вагонах метро. Ну, не, с коробками, да, видел, а вот так, чтобы вот проповедовать, такого не видел. Ну, ладно, ладно, хорошо. Еду себе, еду, и чем дальше еду, думаю, ну, хотя бы помолюсь за людей. Еду, молюсь, думаю, ну, я же ехал-то не молиться, а ехал уже, я уже помолился, я ехал проповедовать. Да что же делать-то такое, думаю, ну, ладно. И потом молюсь, значит, и такая мысль пришла вдруг, а что если, вот сейчас, для некоторых из этих вот пассажиров, последний шанс услышать вообще слово Божье. Бог дал мне, вот, Божий, вот, целый день свободный, фактически. Я настраивался, я молился ночью, думаю, и я вот так вот просто волосился, час, два, три прокатился, прокатался по линии метро, туда-сюда, ну, что я катаюсь-то, надо хоть рот открыть-то, думаю. Ну, и там уже сообразил, там есть станция метро, после которого этот поезд, состав метро едет уже не под землей, а уже на поверхность, там лучше слышно. Думаю, а вот я здесь вот сейчас, вот, и как бы на всю Ивановскую. Вот, я встал посреди вагона, ну, я помолился, конечно, чтобы никто не перебивал, значит, там, значит, Господи, говорю, вот, помоги, чтобы, и чтобы люди желательно, вот, какие-то станции дальше, там, до конечной будут, доезжать, наверное, чтобы они не выходили и не заходили, вот, ну, чтобы была аудитория. Фух, значит, Бог сделал мне чудо это. Я, значит, вышел посреди вагона, и, у меня так жалобно получилось, я же сам заслушался себя, профессионально нищий, знаете, наверное, Киса Вороканина, он у него позамидовал бы, с бендера вот этим. Я говорю, уважаемые пассажиры, ну, у меня так жалобно получилось, я сам даже опешил, как это у меня так, а еще у нас у них тогда в карман тоже полезный. Ох, ой, я же говорю про Фомони, про Ерему. Ну, ладно, и стою, внимание это привлек, а что дальше, у меня, у меня же от волнения в забудыхание сперло, что называется, вот я не знаю, ничего говорить дальше. И первое, что мне пришло на ум, я что сказал, я говорю, я человек верующий, а сон, думаю, стоп, что я говорю вообще, и так видно, что батюшка с крестом, что он утром признается, что он верующий. И опять пауза, люди смотрят, и интересно стало уже, что будет дальше, а я, хоть бы, побыстрее бы станция открылась бы, я бы, шмот, все, евангелизировался на сегодня. А потом думаю, ну что, в конце концов, пропадать так с музыкой, значит, скажу, что есть, короче, а там, значит, за что купил, за то продал, а там, значит, пусть сами решают. Вот, и я давай всю правду матку говорю. Вот, знайте, что Иисус Христос, Господь, Спаситель, умер за нас, там, все, короче, все, что узнал, все рассказал. Вот, народ в шоке, я тоже. Вот, едем несколько станций, на самом деле, люди, либо они по пути со мной, либо они на самом деле не выходят, вот, как бы, особенно, никто не заходит. Думаю, хорошо, я дальше там, дальше им все рассказываю. Потом, значит, уже чувствую, скоро уже пора и честь, как бы, вот, это же не собрание церковное. Я говорю, значит, вот, предлагаю помолиться, прямо сейчас, пусть это не храм, говорю, конечно, это же вагон метро, но, Господь-то и здесь с нами, так же. Вот, ну, я снова рассказал вам политику партии, вот, что, значит, давайте помолимся, вот, значит, и, закрыл глаза, больше от страха, наверное, и давай молиться, вот, короткими фразами, туда, туда, чтобы, я посади вагона, прям, чтобы и те, и те повторяли. Народ, вроде, повторяет, я открыл глаза, завершал молитву, одно из приятных, самых зрелищ, которые я вот, испытывал, да, я был заморожен этим зрелищем, все повторяли, ну, те, кто некоторые сидели, не повторяя губами, но было видно на лицах, что, они, значит, внутри себя что-то там повторяют тоже, вот это, да, ну, и коротко благословил всех, ну, и все, конечное, выхожу, на платформе там, воздал славу Богу, поблагодарил, за это служение, и уже на занятии, потом, в колледже, да, герой, я уже испытал, знаете, сразу лычка какая-то появляется, думаешь, слава Богу, это хорошо, ради таких моментов стоит жить, вот, и, так что, вот так, и люблю людей приводить к Иисусу, в разных обстоятельствах, это бывает, очень разных, экстремальных порой даже, но, знаете, моя личная встреча с Богом, она была в раннем возрасте, подростковом еще возрасте, в неполно в 13 лет, в 12, вот, я забыл, дальше, сколько лет сейчас? Вашей? 14, ну, вот, даже мне было чуть меньше, чем Даша вашей, чуть меньше, вот, еще, получается, да, 13 лет мне было неполных, вот, и, знаете, вот, была моя встреча с Богом, личная встреча, незабываемая встреча, которая стала, как, вот, знаете, как некий камертон в моей жизни, вообще, не только у музыкантов есть камертон, у художников тоже есть камертон, понятие камертона, ну, немного иное, и, знаете, друзья, вот, я вырос в семье атеистической, мама, папа были убеждены атеисты, о Боге я никакой теории не знал, хотя моя семья, по матери, допустим, огромная родня, там у меня большая родня, татарская моя родня, я татарин по матери своей, да, поэтому извиняюсь за дожок, в свое время, да, I'm sorry, значит, но, в общем-то, татарская моя родня, большая, она мусульманская формально, но в советское время, какие были мусульмане мои, ну, так, хотя дедушка мой, бабай мой, знаю, бабай меня вас пугает, не, ну, сами не пугайтесь, бабай это хорошее слово, по-русски значит дедушка, дедушка, бабай, значит, дедушки, значит, да, мой бабай, его звали Гали Ахмед, он у нас всех мальчиков обрезал, татарских, еврейских, вот, был мастером обрезания, вот, но, значит, да, он барашков врезал, так, даже барашки не могли понять, что случилось, уже, уже на шампурах были, вот, ну, ловкий был такой дедушка, значит, и, в общем-то, но, мусульмане, но, опять-таки, мусульмане были, знаете, вот такие, ну, советские, по сути, у нас и мечты не было никакой, никакой религиозной такой информации у меня не было с детства, вот, и, значит, по отцу моему, моя еврейская семья, семья, да, я тоталин по матери еврей, по отцу, вырос русским атеистом, да, в училище художественного у меня была подруга, значит, она, еще более интересная семья, мама еврейка, а папа цыган, настоящий, потом, такой, будулай, знаете, с таким чугом, вот, значит, я говорю, а ты кто, Лена? Да русская, русская, вот, и, ну, самое главное, что выросли атеистами мы, вот, я вырос атеистом, я не знал, Боге никакой информации, ничего не хорошего, не плохого, вот, ну, разве что в советской школе говорили там, мимоходом, что Бога нет, но, в моем сознании даже не было пустой папочки такой, куда положить такую информацию, одним словом, значит, и вот, но я с ним встретился лицом к лицу, лично, вот как вот сейчас с вами, я видел его, я был, ну, можно сказать, там, то есть, я умер, тогда я заболел подростком, пневмония, воспаление легких, двусторонняя пневмония, и когда врачи определили, что это была пневмония, было уже поздно, вот, оба легких оттекли, и наступила смерть, в общем-то, вот такая жизнь моя, короткая была первая, она оборвалась рано, в неполно, в 13 лет, вот, к сожалению, вот так все получилось, хотя, не особенно сожалею на самом-то деле, потому что Бог во благо обратил все это, вот, потому что я не знаю, что было бы из меня, выросло бы, если бы, да как бы, если бы, я не пережил бы до встречи, с Богом, так что, как в той песне поется, еще советский, представить, страшно мне теперь, чтоб не то открыл бы дверь, и знаете, я умер, но, было не так, как я полагал, я понимал, последние секунды жизни, я понимал, что это смерть, это все, цепенящий страх, непередаваемый страх, вот, хотел орать, он даже кричать испугался, я понимал, что это все, конец, последнее, с чем я ушел, с чем я умер, это была обида, очень обидно было мне вообще, что природа несправедлива, что какие-то мысли такие непонятные были, зачем я жил, что я жил, что не жил, вообще я до того, до смерти, это я не понимал, зачем я живу, даже не думал об этом никогда, вот, серьезно, жил только я, для себя, мне и все, и, вот, но последние секунды уже поздно было, что-то, никакой информации не было у меня, о чем-то, за смертью, я понимал так, что меня сейчас додавят до конца, ну, подробно рассказывать, это долго очень, меня выдавливало из моего же тела, как будто бы катком, таким невидимым нового ночи, реально, я понимал, это смерть, она выдавливала меня просто, и там, где меня уже выдавило, меня там не было уже, жуть, просто, это непередаваемый страх, вот, и я понимал, что этот каток, этот ледяной, этот ничто не остановит, просто-напросто, вот, испугался кричать, а потом еще мысль такая, ну, сейчас что, кричи, не кричи, не врачи, не родители, никто не помогут, этот каток, его не видно, но его никто не остановит, это смерть, и последнее, что, вот, я подумал, это была обида, мне было обидно, что мои сверстники завтра в школу пойдут, а меня не будет, обидно, что я жил и не жил, как бы, зачем, почему, все как-то бесполково, глупо, вот, не помню, что еще, но вот, обида была, это я запомнил, как художник, это импрессия, впечатление, но самое интересное, когда я помирал, последние секунды эти, колец в теле, да, я умирал, больно это было, особенно, когда давило грудь, знаете, вот это, как будто бы, вот игрушки со свистками, любая попытка вдоха-выдоха, это свист, хрип, это вот такое было, и когда она давила сюда уже, вот сюда давила уже, я, я умер, но я не понял, что я умер, самое интересное, потому что я не испарился, не растворился, не исчез, не перестал существовать, как наивно полагал в последние секунды в жизни земной, я был я, и больше того, и даже еще лучше, чем вообще всегда, и все знаю, и все понимаю, и я был пред Богом, хотя тоже возникло чувство обиды в начале, еще больше, обиды почему-то, что мне было обидно, что меня, как будто бы меня обманули, знаете, вот обманули, обманули тем, что мне не сказали, что Бог есть, и что вот, мне казалось, я очень опозорился, ну, представьте, очень глупо выглядел, ну, в своих глазах, по крайней мере, потому что за секунду до того, я не знал, что он вообще существует в природе вообще, а это более реальная реальность, она более реальная, чем вот эта реальность, вот сегодняшняя, сейчасшняя, в которой сейчас находимся мы, она более реальная реальность, и в этой более реальной реальности, я был, мне реально глупо выглядел, я думаю, вот, и мне казалось, но это чувство, это и обиды, и глупости, оно быстро ушло, потому что так хорошо стало, я сейчас скажу коротко, потому что многие вещи эти, просто трудно рассказать даже, вот, мне как художнику проще даже некоторые вещи изобразить, вот, я пробовал и пробую некоторые вещи изображать, вот, изобразительным искусством порой можно некоторые вещи, как музыкой там, или пением, изобразить то, что невозможно изобразить, вот так словами, пусть Божий Дух поможет, сейчас кое-что нарисует вам, да, ваше, душе, сердце, но он очень хороший, он такой хороший, что это не передать, вот, во-первых, я не знал, что Бог есть, но он есть, а во-вторых, во-вторых, я не знал, что он такой хороший, это не мама, не папа, это вот все, что я знал вообще в жизни, это, у меня было такое чувство, странное такое, но там оно не странное, здесь оно сейчас странное для меня, вот, как будто бы я, вот, почти 13 лет, я спал, ну, мне снился сон хороший, неплохой, все было хорошо, в этом сне, там, мама, папа, я ходил в школу, все, все было хорошо, но, ну, там много нехорошего было тоже, я жил для себя только лишь, а там это очень плохо. Там все наоборот, как зазеркалье. Но в этом зазеркалье сразу понимаешь, что на самом деле это не зазеркалье, это вот этот мир зазеркалье. А там как раз нормальное состояние. Но, допустим, вот к примеру, вот кружку с чаем. Я беру ее, как будто теряю ее там. Наоборот, даю ее, как будто бы наоборот получаю. То есть все наоборот. Очень странно. Но там понимаешь сразу, что это как раз нормальное состояние. И много всего остального. И там не надо напрягаться тебе, что-то понять. Там все понимаешь. И тебя понимают, как облуплено. Просто все. И ты говоришь, значит, там, как телепатия. Не знаю, с чем это даже сравнить. Это вот подумал-сказал, это одно вообще. Подумал-сказал. Вот. Ну, а глаза вот эти, я не могу передать. Это очень любящие глаза. Мама, папа, вот все, что в жизни моей было светлое, доброе, а эти глаза намного больше, чем все, что я знал вообще. Моя собака. У меня была когда-то собака, значит, большая. И она все время смотрела на меня так, что, ну еще раннем детстве. Мне было всего 4 года, 5 лет. До школы еще. И эта собака все время смотрела на меня так. Она любила меня. Облизывала часто, значит. И она смотрела на меня так, что я понимал, что вот скажешь ей вот, ну, жизнь отдает свою за меня. она даже скажет, она даже не скажет, она просто даст и все, то есть вот она вот так любила, вот что просто ну, ну она была моей фанаткой, вот будем договорить вот, душу за меня положит, вот и а Бог смотрел намного больше, чем на собаку даже, вот чем все, вообще все, что я знал вообще он ну, одним словом, он хороший мне это нравится как американцы говорят, ты сбудешь, халзатайм он хороший всегда вообще, Бог благой вот, и а еще я ему очень благодарен за то, что он мне дал он, во-первых, простил меня я просил прощения, я не помню, как это потому что там ну, я видел, он меня прощал это вот, как будто рука вытирала мою жизнь но одно нельзя было стереть этой руке, как бы оно было внутри меня сожаление какое-то, знаете ли, вот такое сожаление, думаю, надо же как я мог бы жить, если бы да кабы, если бы я знал, что Бог есть, если бы я знал, что так я опозорюсь вообще, вот так вот перед ним и перед всеми перед всеми, кем я не знал как бы, ну я был просто зачарован вот тем, что, ну, передо мной было Богом я даже не смотрел по сторонам, вот честно говорю, хотя я понимал, что там много, наверное, тоже всего интересного, но это меня просто настолько заворожило, вот я не мог смотреть ни на что другое, просто вот, я детям с ним рассказывал особенно, когда каждый из них достигал этого возраста, как раз вот к 13 годам я рассказывал им эту историю снова и снова дети порой меня спрашивали, значит папа, а ты помнишь, вот, может быть, там свое тело как-то видел, я говорю, ну, не помню может, и видел не буду отказываться, но не помню вот, я, я помню, что я смотрел все время наверх вот, я все время смотрел вот, я не мог отвернуться даже вот, просто не мог не в силу был оторваться и, знаете не помню, как возвращался но он меня вернул в тело мне кажется, я помнил, сколько я еще проживу ну, я еще думал, когда я снова здесь окажусь вот, сколько у меня времени от Милина значит, но когда вернулся, не помню вот, и до сих пор не помню вот, значит, ну, я думаю, и хорошо, в принципе как бы, жить с этим, наверное, было бы сложно вот, значит порой в недосказанность есть своя прелесть какая-то знаете, вот такой недомолвки какой-то есть своя изюминка такая вот, значит, и но вернувшись в тело, да я знаю, что такое воскреснуть из мертвых я снова завязал в самого себя как бы, значит, это не очень приятно физически, это больно очень даже еще больнее, чем выходить заходить было еще больнее но была такая, какая-то, я называю это как бы небесная анестезия, что ли вот такая божественная анестезия была знаете, какая? я боль ощущал но эта боль не такая больная была знаете почему? от радости вот эта радость, она была вот как вот обезболивающая просто а радость непередаваема что, ну, я знаю, что Бог есть и он такой хороший и я еще могу жить не то, чтобы там плохо а дело в том, что здесь своя прелесть есть в этом временном измерении в временном мире есть своя прелесть которой там нету там есть своя прелесть у вечности свой вкус у времени свой вкус и то, и другое прекрасно вот, значит, и но очень интересно здесь жить с пониманием вот этого вечности ну, ладно, это да, время-то, слушайте ладно и, значит, знаете, я вернулся но, правда очень скоро ждало меня разочарование в эти же первые дни после возвращения думаю, ну, надо же на свою голову захотел сюда думаю, ой это было жутко научиться снова жить без Бога было очень трудно без Бога в смысле, что отстранен от Него устранен ты не видишь Его это ужасно понимать, что он вот, он здесь но ты не видишь Его это мне казалось даже подло где-то думаю, ну, мне хотелось просто я думаю вот, как это можно как с Ним побеседовать вообще я не знал, как с Ним можно поговорить как с Ним поговорить у меня был только один образец молитвы ну, я не знал даже слова молитвы даже я знал, видишь, такой пример как с Ним можно поговорить было это вот заболеть умереть поговорить с Ним и вернуться я помню, я даже в школу у меня в школе там на уроках как-то сидел у меня я все об этом думал возникло такое желание думаю, ну раз повезло может еще раз повезет вот объесться мороженого специально там простыть вот, заболеть я был готов на такой эксперимент еще раз думаю, хотя бы секундочку мне в глаза посмотреть еще раз, хотя бы секундочку вот я готов был за это все просто отдать вообще и но, понимаете слава Богу, не дошло там до мороженого там до болезни новой там это как мысль шальная пришла ко мне вот той же ночью Бог пришел во сне я не видел во сне Бога но Он был там Он был настолько сильно там реально что это было потрясающе и во сне я научился с ним разговаривать не выходя из тела оказывается, это просто там были мальчики девочки ну, они чуть меньше были меня по возрасту вот младших классов как бы вот первых классов и эти мальчики девочки они играли в такую интересную игру они научили меня молиться ну, научили разговаривать с ним тогда я не знал слово молитвы да разговаривать с ним не выходя из тела не умирая а как? интересно Он Бог там был как бы Он был везде там но Он был как бы в особом еще ну, как назвать это ширма, не ширма закрыт как бы и Он все видел, слышал но эти мальчики девочки ему все пересказывали ну, что они играли чем они занимались они пересказывали ему вот я поначалу думал что они делают он и так что все видит и слышит они ему пересказывали им так хорошо становилось так и я в той ситуации единственный кто там был и в игре не участвовал но мне захотелось тоже поучаствовать я во сне стал ему говорить что он и так все знает это, конечно но я все ему стал пересказывать как мне плохо без него как вообще на свою руку попросился обратно как здесь ну, во сне ему все понаговорил и так хорошо стало я с этим чувством хорошести проснулся вот и первый раз поговорил с ним уже не во сне вот засветло было это ранним утром и закрылся я так вот и не сразу обешился вначале было тяжело мне очень рот открыть вообще разговаривать с тем кого не видишь там хотя бы за ширмой но здесь вообще даже ну, вообще ничего никакой ширмой но ну, думаю в конце концов никто не видит не слышит даже если это будет и глупо но если я позорюсь только один на один по-другому сам собой вот и я стал с ним разговаривать ну начал с того, что там типа того, что Бог это я, Сережа прием вот и я ему стал все рассказывать вот все рассказал ему вот что мне очень хочется его видеть его глаза снова видеть хотя бы секундочку посмотреть ему в глаза вот и как неплохо как они были тяжелые что еще я попытался было родителям рассказать маме в частности вот до вначале когда воскрес уже когда вернулся вот конечно врачи в шоке были вот потому что смерть наступила от того что оба леких отекли а представляете во-первых что я воскрес это было шоком а во-вторых я же не только был воскрес воскрешен а я еще был исцелен то есть оба легкие были чистые не было ни свистов ни хрипов ничегошенькие то есть чистые легкие оба но если в воскресенье они попытались как-то родителям объяснить там невразумительно как-то то очищение обоих легких нельзя было никак объяснить понимаете ли это противоречило всему тому что их учили этих учений я так понимаю по-своему мне их жалко конечно но что поделаешь такое столкновение происходит порой вечно с временным миром вот и ну ладно я попытался да еще родители напугали они что это то что я был мертв ну я не уточнял сколько я времени был мертв но это какие-то минуты были вот но что это может быть там не без последствий но когда я попытался маме рассказать папе то немного я даже не рассказывал вначале я просто значит будем так говорить вопросу задавал я говорил вот маме говорю вот ты же умрешь однажды она говорит да в принципе все умирают я говорю вот мама а если ты умрешь говорю вот как ты думаешь ты вот перестанешь существовать или ты будешь она аж онемела а потом говорю а я дальше я говорю мама если ты не умрешь если ты не умрешь то ты не перестанешь существовать говорю как ты так объяснил что вот как ты думаешь что ты там увидишь вообще и все она вся побледнела вся ну испугалась вот проверяли меня у врачей и снова дальше думаю мне хватило мозгов дальше не говорить ничего вот знаете да теперь я уже знаю что советская психиатрия лечила верующих и медикаментозно и током и всячески веру в Бога то есть это жутковато что могло бы быть со мной дальше вот но в общем-то я замолчал слава Богу мозгов хватило не говорить ничего дальше вот и после того разговора ну ладно если кратко я вот люблю эти вещи просто рассказывать еще скажу что во сне научился разговаривать с ним потом следующий сон я узнал еще одну вещь которая перевернула просто меня всего что оказывается он мой отец Бог мой отец это было на самом деле сногсшибающе вот и утром так же засветло проснувшись я рано-рано я значит обратился к нему как к Богу и впервые в жизни я назвал кого-то кто не является моим отцом своим отцом а именно Бога и это было просто для меня само потрясением но я знал во сне это так это так это было настолько очевидно что даже мой родной отец был не так мне отцом и родная мама не такая мама каким он был мне отцом и мамой и папой и всем это это было удивлением это было удивительно вот и потом была Библия в моей жизни да в 13 лет впервые Библию я прочитал стихи из Библии из Ветхого Завета по крайней мере из Иеремии пророка я их нашел в книгах по атеизму я засел я же воспитан был в традиции марсиско-ленинской вот бабушка моя еврейская бабушка моя татарская бабушка была спокойная в этом отношении без фанатизма коммунистического такого а значит моя еврейская бабушка была просто фанатом в этом отношении она была для нее были кумиры Ленин Сталин были кумиры ее и понимаете значит она была ветераном КВД значит и дедушка тоже был мой еврейский дедушка был ветеран ЧК МКВД полковник МКВД еще до войны еще сделал карьеру в этих органах их родители мои прабабушка прадедушка они были насколько я его знал слышал там в семье были революционерами еще до революции вот значит и при царе батюшке там по тюрьмам по каторгам вот значит за светлое будущее дрались ни себя не ощутили ни окружающих то есть вот ну были революционеры одним словом ну ладно грезили светлым будущим что ни бог ни царь ни герой а своей собственной рукой все это сделаем вот так вот верили они и понимаете ли мне было интересно ужасно интересно почему вот эти такие ну умные такие светлые головы да ну Маркс Энгельс вообще были непререкаемые авторитеты значит почему они не верили в бога он более реальный уже чем вот это все что это реальное не поверите в 13 лет я засел за антидюринг Энгельса и осилил его в 14 второй раз прочел антидюринг Энгельса это толстая книга как библия многие ее скучно считают а мне она была очень интересна потому что он как раз ну как философию идеализма как бы разоблачал и всякую религиозную философию как он читал основания под религиозной философией выбивал он считал что он в общем-то это сделал достиг этого но второй раз перечитываю антидюринг у меня он был весь перечеркнут подчеркнут подчеркнут вот значит раньше терпеть не мог читать до этого до смерти ну буквально после стал любил уже читать и там нашел в книгах по атеизму тогда же в 13 лет нашел первый свой текст из писания большая цитата была из пророка Иеремии и она начиналась такими словами ну там цитата большая почти целая глава была помещена в эту цитату начиналась цитата такими словами так говорит Господь Бог там значит там и дальше шла цитата большая у меня аж знаете как вот кот от рыбы трясется и я аж задрясся взял тетрадку у меня было приготовленной тетрадки в клеточку такую значит и ручку и тщательно в каждую клеточку так вот не пропуская очень осторожно переписал это место из писания там ссылочка внизу была Библия издание Библии такой-то год такая-то страница и началась моя охота за этим я подумал что вот да были такие времена когда люди были верующие такие они слышали Бога могли записать подобное но не так скоро Библия была в моих руках но в 84-м году уже в училище художественном один мой товарищ он учился на другом курсе я художник-оформитель а он художник-педагог и ну мы часто общались потому что он тоже любил ну искал Бога понимаете он не переживал Бога так в своей жизни но у него бабушка была религиозная православная русская бабушка была и он очень вот понимаете такой был как сказать ну по словам богобоязнен он искал Бога и доставал Библию тогда он значит достал Библию себе месяц и месяц мне давал читать вот это чтение оно конечно перевернуло мой внутренний мир полностью вообще вот и ну это вкратце вот такой мой путь был с Богом первые шаги но потом было не очень хорошо начало было хорошее начал за здравие кончил за упокой значит потому что в 87 году выцерковляюсь в православии не было никакого у нас ну я не видел никакой церкви не знал другой кроме православной маму я спрашивал меня потом а почему ты не пошел не в сына Богу или не в мечеть а почему ну в церковь пошел говорю мам у нас и не было и не сына Бога и не было и не мечети не было мой путь был заказан дорожка одна была протоптана православный храм все что с религией было связано у нас мы жили в Орле значит это храм православный один, второй, третий в городе и все как бы все что напоминало о религии поэтому поначалу я стал ходить сам потом уже значит ну уже был близок с священником родители были конечно ужасно против значит и потом было всякое даже отвлекались от меня когда я уже стал уже в начале 88 уже работать в храме значит ну и я в 87 начал уже читать петь на Клиросе хором руководил уже я иду в храме я иду